Сегодня в программе. Папа вспоминает о группе коптских православных христиан, убитых боевиками группировки ИГИЛ. Кардинал Сара уходит в отставку после 20 лет службы в Ватикане. В этой церкви в Риме хранятся останки Папы Борджа. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Эти кадры были записаны 15 февраля 2015 года. Эти ужасающие кадры из Ливии потрясли весь мир. Папа призывает мир вспомнить этот день. Он подчеркнул непоколебимую веру 21 мученика. Они были коптскими православными христианами. Святейший Отец записал видеообращение ко Дню современных мучеников. Он осудил трагедию, совершенную религиозными экстремистами и подчеркнул, что эти мученики уехали работать за границу, чтобы поддержать свои семьи. Они стремились не только принести домой хлеб, но и принести его домой с достоинством труда. И эти люди свидетельствовали об Иисусе Христе. Их горло было перерезано жестокими боевиками ИГИЛ. Они умерли, говоря «Господь Иисус», исповедуя имя Иисуса. Папа поблагодарил епископов и священников Копской церкви, которые научили этих людей возрастать в вере. И я благодарю матерей этих людей, которые вскормили их веру. Они – матери святого народа Божьего, передающую веру на диалекте. Диалекте, выходящем за рамки языка. Диалекте принадлежности. В день современных мучеников Папа поблагодарил Феодора II, Папу Копской православной церкви и Джастину Лойлби, архиепископа Контрберийского, за содействие этому событию. Встреча направлена на то, чтобы вспомнить свидетелей веры, сегодняшних гонимых христиан, чтобы их память могла быть примером для будущего. Последняя атака такого масштаба произошла в сентябре прошлого года. А вот это произошло 15 февраля 2021 года. На этом видео, снятом в жилом районе Эрбиля, показан взрыв одной из 14 ракет, запущенных, чтобы взорвать военную базу. Как видно на видео, большинство ракет были нейтрализованы еще в небе с военной базы США в Иракском Курдистане. Тем не менее, представитель базы подтверждает, что один гражданский подрядчик был убит, а 9 других ранены. Группа, симпатизирующая Ирану, взяла на себя ответственность за это нападение. Это происходило в сложное время для Папы Франциско, который должен посетить регион с 5 по 8 марта. Его безопасностью во время визита будут заниматься контртеррористические и секретные службы Ирака. Визит Папы в Ирак единодушно поддерживается и рассматривается правительством с надеждой как возможность сделать страну более заметной. Перед этой атакой шиитский политический лидер Муктаса Ас-Садар выступил с заявлением, в котором приветствовал Папу Римского в Ираке. Во время своего визита Папа Франциск должен встретиться с великим Айатолой Алисистане, влиятельным духовным лидером Ирака и шиитской мусульманской общины Ирана, которой принадлежит большинству населения. В воскресенье хорошая погода привлекла к молитве Ангел Господень вместе со Святейшим Отцом немалое количество паломников. В этот день Папа Франциск размышлял над важной темой существования дьявола. Мы должны осознавать присутствие этого проницательного врага, который ищет нашего вечного суждения, нашей неудачи, и готовится защищаться от него и бороться с ним. Папа Франциск комментировал сцену, когда Иисус был искушаем в пустыне. Он указал, что искушаемы все, и что Иисус показывает в пустыне, что лучше избегать любого диалога с дьяволом. Иисус никогда не вступал в диалог с дьяволом. Никогда. Либо Он изгоняет его из одержимых, либо осуждает его, либо показывает свою злобу, но никогда не вступает в диалог. Когда соблазнитель приближается, Он начинает нас соблазнять. Но подумайте об этом. Сделайте то. Возникает искушение поговорить с Ним, как это сделала Ева. Ева сказала, но нам нельзя есть с этого дерева. И вступила в диалог. Если мы вступим в диалог с дьяволом, мы потерпим поражение. Папа также сказал, что Иисус всегда побеждает в битве со злом. Вот почему Он обратил внимание на важный для церкви юбилей. Сегодня мои мысли обращаются к святыне Плотска в Польше, где 90 лет назад Господь Иисус явился святой Фаустини Ковальской, доверив ей особое послание божественного милосердия. Через святого Иоанна Павла II это послание достигло всего мира. И это не что иное, как Евангелие Иисуса Христа, который умер и воскрес, и который дает нам милость своего Отца, «Давайте откроем наши сердца, говоря с верой, Иисус, я верю в Тебя». Папа также дал несколько советов по поводу Великого Поста. Он предложил не уклоняться от моментов молитвы в уединении, тишине и размышлениях, чтобы иметь возможность услышать то, что Бог хочет от каждого из нас. Фактически всего через несколько часов после молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск начал свои Великопостные духовные упражнения, которые продлятся до пятницы. До того времени график Святейшего Отца полностью освобожден. Пандемия проникла в финансы Ватикана. Ватикан подсчитал, что в этом году его доход будет на 21% меньше, чем в 2019 году, а дефицит составит около 60 миллионов долларов. В Ватикане нет налогов, а это означает, что его доход зависит прежде всего от пожертвований и операций с недвижимостью, на которые влияет коронавирус. Представляем вам последнюю статистику по счетам Ватикана за 2019 год. В этом году доход Ватикана составил 372 миллиона долларов, а расход около 385 миллионов долларов. В своем бюджете на 2021 год государство рассчитывает, что доход составит 315 миллионов 700 тысяч долларов, а расходы 375 миллионов и 800 тысяч долларов, что приведет к дефициту в размере около 60 миллионов долларов. Дефицит будет покрываться за счет резервных фондов. Новый бюджет отражает политику, направленную на сдерживание затрат. Ватикан уверяет, что операционные расходы сократятся на 14% по сравнению с 2019 годом. В общем объеме около 29 миллионов долларов. Согласно отчету Ватикана, сокращение расходов не повлияет на занятость или евангелизацию деятельности. Что касается распределения ресурсов, то около 68% идут на апостольскую деятельность, около 17% на управление имуществом Ватикана и около 15% на административную деятельность. Хотя бюджет, опубликованный Ватиканом, не очень подробный, он содержит гораздо больше информации, чем в прошлом. Встреча папы с футбольной командой Сампдория из Генуи началась с этого трогательного момента с одним из детей президента команды. Клаудио Раньери, вошедший в историю благодаря тому, что в 2016 году сделал команду Лестер-Сити чемпионом Англии, не мог сдержать радости. Отец, доброе утро. Я тренирую этих ребят. Приношу вам свои приветствия, наши приветствия. Мы очень счастливы. Папа Франциск задумался о том, что спорт может предложить людям. Он сказал, что спорт может помочь человеку расти и достигать невообразимых высот. Это путь жизни, зрелости и святости. Вы можете двигаться вперед, но не в одиночку. Всегда с командой. Всегда с командой. Всегда с командой. Всегда с командой. В Аргентине мы говорим, что футболист, который играет сам за себя, ест мяч. Встреча проходила накануне матча между Самбдорией и Лацио, одной из команд Рима. Папа Франциск встретился с соперниками своих посетителей несколько лет назад. Время покажет, какая команда больше всего выиграет от благословения папы. Папа принял участие в конференции, организованной архиепархией Лос-Анджелеса. Он попросил преодолеть безразличие к страданиям, причиненным пандемией. Нам нужно быть похожими на доброго самаритянина, что означает позволять себе поражаться тому, что я вижу, зная, что страдания изменяют меня. Именно страданиям другого я должен посвятить себя. Папа объяснил, что хотя пандемия причинила много страданий, она также выявила лучшие во многих людях. Свидетельства обильной и щедрой любви, свидетелями которых мы являлись в течение этих последних месяцев, так много свидетельств оставили неизгладимый след на совести и ткани общества, показывая нам, насколько необходима близость, забота, сопровождение и жертва, чтобы питать человеческое братство. Послание Папы было адресовано Конгрессу по религиозному просвещению, но поскольку Калифорния также отмечала День молодежи на уровне епархии, Папа передал им свой привет. Вы молодежь, будьте поэтами новой человеческой красоты, новой красоты братства и дружбы. Мероприятие проводилось онлайн, и приглашенным музыкантам была поставлена задача использовать свою музыку, чтобы заполнить пробел, оставленный социальным дистанцированием. Самая старая профессиональная футбольная команда была основана в 1857 году. Двумя годами ранее Чарльз Гудьир сделал первый футбольный мяч из кожи. Сегодня 4 из 5 мячей производятся в Пакистане. Смотрите далее, вы узнаете, как люди в Южном Судане переживают засуху и голод. Вы смотрите Ромрепортс для России. Кардинал Робер Сара работает в Ватикане с 2001 года. Он помогал трём папам. В ноябре 2014 года папа Франциск назначил его руководителем конгрегации божественного поклонения, дикостерия, занимающегося литургией. За время своей работы в этой дикостерии он включил упоминания святого Иосифа в тексты мессы, адаптировал церемонии к пандемии и добавил новые воззвания к розарию. Однако некоторые эпизоды отразили его несогласие с папой. В 2017 году святейший отец публично исправил интерпретацию кардиналам новой нормы, которая дала епископским конференциям большую автономию в переводе мессала. Кардинал интерпретировал это в общих чертах, но папа сказал, что изменение было существенным, и что епископские конференции будут нести большую ответственность. В январе 2020 года кардинал с Бенедиктом XVI опубликовал книгу о безбрачии, когда казалось, что папа Франциск собирается заняться этим вопросом. Это было после того, как 72% участников синода по вопросам Амазонки попросили папу в исключительных случаях разрешить священническое рукоположение некоторых постоянных женатых диаконов, но только тех, кто живет в труднодоступных территориях. Во избежание подозрений во вмешательстве, папа на покое Бенедикт XVI решил отозвать свою подпись под книгой. С другой стороны, тогда папа Франциск также не допускал отказа от безбрачия, но кардинал всегда говорил, что его беспокоит то, что его считают противником папы. Я спокоен, потому что я очень верен папе. Они не могут процитировать ни слова, ни фразы и ни единого жеста, которым я выступаю против папы. Это смешно. Это просто смешно. Я служу в церкви, святейшему отцу, Богу. Довольно. Люди пишут против нас, против святейшего отца, епископов и кардиналов. Это нелепо. Мы не должны попасть в эту ловушку. Мы должны продолжать учить. Мне все равно, что они говорят. Кардиналу Роберу Сари в июне этого года исполнилось 75 лет. Это возраст, в котором члены Курии передают свое положение в распоряжении папы. Святейший отец принял его отставку. Но пенсия не означает, что кардинал будет сидеть, сложа руки. Так кардинал заявил в этом твите всем его подписчикам. Мы скоро увидимся в Риме и в других местах. Сотрудники Ватикана, отказавшиеся от вакцинации от коронавируса без уважительных причин, могут потерять работу. Это часть содержания новых правил, утвержденных президентом государства Града Ватикан, кардиналом Джузеппе Бертелло. Святой престол занимает твёрдую позицию в отношении своей программы вакцинации. Сам папа Франциско однажды назвал решение отказаться от вакцинации суицидальным отрицанием. Папа считает это этическим вопросом, потому что каждый человек ставит на карту своё здоровье и здоровье других людей. Эта позиция отражена в законодательстве, опубликованном управляющим органом Ватикана 8 февраля, в отношении правил, направленных на борьбу с пандемией на небольшие территории государства Ватикан. Все сотрудники должны быть вакцинированы. Те, кто не может, должны привести веский аргумент против. Законодательством также предусмотрены сиюминутные санкции за переполненность помещения – от 30 до 200 долларов. Штрафы за отсутствие маски или её неправильное ношение составляют от 30 до 60 долларов. Несоблюдение правил карантина является правонарушением, которое наказывается штрафом от 250 до 1800 долларов. Компания Ватикана по вакцинации против коронавируса стартовала в середине января. Когда всё закончится, около 3000 человек, включая сотрудников и граждан государства Града Ватикан, получат по две дозы вакцины. Между тем, два самых известных гражданина Ватикана – Папа Франциск и Папа на покое Бенедикт XVI – уже получили оба укола – без видимых побочных эффектов. Все страдания Южного Судана просматриваются в лице этой женщины, вдовы и матери четверых детей. Страна страдает от наивысшего уровня отсутствия продовольственной безопасности с момента объявления своей независимости 10 лет назад, когда многие районы оказались отрезанными от внешних ресурсов, а шесть регионов – под угрозой голода. К этим проблемам добавилась серия трагических наводнений. Я была в отчаянии, когда пришло наводнение. Мне никто не помогал. Мой муж погиб в бою. Все из этого района бежали, и я осталась одна с моими детьми, но предпочла остаться. Страх остаться без крова и не быть способной прокормить своих детей был сильнее моего страха перед наводнением. Подобную историю пережила Кавагач Колли – мать пятерых детей и также вдова. Когда еды больше нет, а горшки пусты, нам становится очень тяжело. С 2020 года в результате наводнений в гуманитарной помощи нуждаются еще 800 тысяч человек, в результате чего общее число нуждающихся в помощи увеличилось до 8,3 миллиона. Одной из организаций, занимающихся оказанием помощи, является Мировая продовольственная программа – филиал Организации Объединенных Наций. Эта деревня с населением около 8 тысяч человек не выжила бы, если бы не всемирная продовольственная программа. И надеюсь, если мы сможем положить конец конфликту и работать с вождями племен и сельскими жителями здесь, то сможем построить дамбы и собрать воду. Так что нам даже не придется снова здесь быть. Но сейчас они еле выживают. Если бы нас не было здесь, люди умирали бы. Сейчас был бы тотальный голод. Помимо продовольственного кризиса, в период с января по октябрь 2020 года в результате боевых действий по всей стране погибло 2000 человек. В 2019 году Папа Франциск обратил внимание международной общественности на ситуацию в Южном Судане, когда он пригласил лидеров страны в Ватикан и поцеловал их ноги, прося от всего сердца, чтобы они работали, чтобы принести мир в самую молодую страну мира. В какой стране меньше всего питьевой воды? А. Папуа, Новая, Гвинея. Б. Катар. В. Эритрее. Выберите правильный ответ. Вы смотрите Ром Репортс и Россия. В какой стране меньше всего питьевой воды? А. Папуа, Новая, Гвинея. Б. Катар. В. Эритрее. Правильный ответ. В. 8 из 10 человек в Эритрее не имеют доступа к питьевой воде. Вы смотрите Ром Репортс и Россия. В декабре 2020 года правительство Испании одобрило очередной законопроект, ставший следующим шагом на пути к легализации спорной практики эвтаназии. С его помощью Испания станет четвертой европейской страной, которая позволит неизлечимо больным пациентам получить помощь, чтобы прервать свою жизнь. Испанский журналист Яума Вивес объясняет, что этот законопроект еще более противоречив, потому что 50% пациентов, нуждающихся в палиативной помощи в Испании, не получают ее. Он говорит, что вместо финансирования палиативной помощи, в качестве варианта правительство скоро предложит помощь в самоубийстве. Это может быть экономическая проблема. Интенсивная терапия стоит очень дорого. Заботиться о пациентах до конца их жизни, сохраняя их достоинства, очень дорого, потому что человек может долгие годы болеть неизлечимой болезнью. С другой стороны, эвтаназия очень дешевая. Те, кто будет проводить эвтаназию, найдут ее более доступной. Однако наше общество заплатит высокую цену за этот моральный выбор. С помощью Пабло Веласко из Католической ассоциации пропагандистов Яумы начал компанию «Вивидорес». Этот проект выступает против эвтаназии и продвигает палиативную помощь, а также ставит вопрос, не должны ли мы позаботиться о больных людях в первую очередь. Для повышения осведомленности «Вивидорес» организовала несколько публичных демонстраций по всей Испании. Они также работают в тесном контакте с неизлечимо больными пациентами и делятся в интернете видеозаписями их жизненно важных свидетельств. Наша цель – поощрять диалог и дебаты о том, что вызывает панику в нашем обществе, а именно о смерти и страданиях. Наше общество в настоящее время паникует по этому поводу. Инстинктивным ответом является бежать от того, что нас не устраивает. Однако мы не хотим убегать. Мы не хотим убегать от реальности. Мы хотим помочь тем, кто страдает, и людям, которые сопровождают других в их страданиях. Яуме и Пабло объясняют, что идея компании заключается не в том, чтобы переубедить сторонников эвтаназии. Вместо этого они хотят обратиться к людям, которые сомневаются в смысле своей жизни, чувствуют себя менее достойными или видят себя обузой для общества и своих семей. Мы встретили многих людей, которые сразу же сказали нам, надеюсь, они найдут лекарство от моей болезни. Они не были странными или негативными людьми. Это оптимистичные люди, которые хотят продолжать жить. Вот почему название нашей компании, которая так хорошо выбрал Яуме, выглядит очень провокационно. Vividoris. Vividoris имеет двоякое значение. По-испански это означает не только живого, но и того, кто наслаждается радостями жизни. Компания собирает свидетельства разных людей с неизлечимыми болезнями. Например, Андрес Марсио, 16 лет, страдает ламинопатией. Это редкое заболевание, которое в настоящее время неизлечимо. Его готовность продолжать жить, как обычный подросток, несмотря на ограниченную мобильность, вдохновляла многих. Его история даже помогла его семье создать фонд, который поможет найти лекарства и поддержать других детей с этой болезнью. Конечно, если я попытаюсь сказать тебе это, то ты не поверишь, потому что я имел дело со страданиями, но только с небольшими. Однако услышать это от парня, который 16 лет не может встать с постели, ничего не может, почти не ест и разговаривает, это другое дело. Мы получили много подобных свидетельств. Это хорошо, потому что это было целью компании, разговаривать с теми, кто страдает и показывать всем людям, что в жизни есть смысл. Остальные проекты компании можно найти на их официальном сайте. Они верят, что подобные инициативы могут тронуть сердца. Их конечная цель – помочь нынешнему и будущим поколениям ценить смысл жизни, независимо от того, с какими обстоятельствами они сталкиваются. Это испанская национальная церковь в Сантьяго и Моцерат в Риме. Это небольшой кусочек Пиренейского полуострова в Вечном городе. Церковь приступила к выполнению своей миссии в 1518 году с целью, которая не изменилась за 500 лет – стать местом встречи. Мы совершаем литургию и организуем катехетические мероприятия на испанском языке, как нас просит Испанская конференция епископов. Мы также организуем культурные мероприятия. Все проходит на испанском для испанцев, интересующихся. Это место встречи всех тех испанцев, которые в какой-то момент живут или проходят через этот город. Эта церковь имеет огромное художественное, культурное, религиозное и даже политическое значение. Одна из самых любопытных исторических достопримечательностей – часовня, в которой находятся гробницы Каликста III и Александра VI, также известных как Папы Борджа. И эта же часовня почти 40 лет была местом упокоения короля Альфонсо XIII. Величественное архитектурное богатство этой римской церкви создало прецедент для строительства будущих храмов по всему городу. Это первая церковь в Риме с одним нефом и пределами, не следующей обычному плану базилики с боковыми нефами, выходящими из центра. Эта церковь заложила основу для будущих храмов, построенных подобным образом. Церковь изначально задумывалась как место для паломников, исследователей и людей с особыми потребностями. Но сценарий радикально изменился из-за пандемии. Во время изоляции здесь помогали многим людям. Например, раздавали талоны на питание, маски, простыни и одеяло. Здесь также получила юридические консультации группа испанских студентов, застрявших в Риме. Мы предоставили жилье семье из Америки, которая из-за очень серьезной проблемы со здоровьем не могла уехать из города. Помня происхождение нашего учреждения как больницы и место приема нуждающихся паломников, мы приняли эту семью на пару недель. Среди наиболее значительных произведений искусства, находящихся в этом храме, статуя апостола Якова работы Якупо Сенсовино, картина святого Диего из Элькалы, работы Анибали Карачи и это впечатляющее изображение непорочного зачатия, написанное Луи Кузеном. В этом году хранители приложили все усилия для восстановления церкви. Они провели ремонтные работы на первом электрическом органе Рима и этих колоколах, один из которых датируется 1474 годом. Эти колокола имеют уникальный механизм в полностью испанском стиле. Продолжение следует...